Вячеслав Тихонов Он начинал в далеком 48-м с роли молодогвардейца Володи Осьмухина. Потом были бравый Мичман Панин и революционный матрос Алексей из «Оптимистической трагедии», бесстрашный фронтовой корреспондент Суздалев на семи ветрах, утонченный аристократичный Балконский в киноэпопее «Война и мир», простой учитель истории Мельников в «Доживем до понедельника», легендарный разведчик Штирлиц в «Семнадцать мгновениях весны», трогательный в своей любви к черноухому Биму Иван Иванович и сражавшийся за родину немолодой уже рядовой Стрельцов. Судьба распорядилась так, что Тихонов стал артистом почти случайно. Жил он в провинциальном Павловском посаде в простой семье. Отец-механик ткацких станков видел его инженером на родном производстве. Мама, воспитательница детского сада, хотела, чтобы Слава пошел в сельхозакадемию за профессии, которая бы кормила. А он тем временем вместе с друзьями убегал с уроков в этот единственный в городе кинотеатр «Вулкан» Чуть не каждый день и, не отрываясь, смотрел на своих кумиров Бабочкина, Андреева, Бернеса и Олейникова. Ему в особенности нравился Петр Олейников, которому Слава стремился подражать и на которого хотел быть похожим. Позже Вячеслав Тихонов вспоминал «Эти люди завораживали и в итоге потащили меня в искусство». И вот позади в ГИК первые роли в кино. Фактурная внешность, точеный профиль, идеальная фигура, красавец в военной форме. Но Тихонов был в отчаянии. Не актер, а типаж. В одном из своих интервью он вспоминал «В какой-то момент я даже решил уходить из профессии. Мне все давали какие-то плоские роли, собственно, даже не роли были, а просто много крупных планов. Это угнетало и раздражало. Когда я начинал, были востребованы рабочие характеры и пролетарская внешность. А я как-то под эту категорию не подходил». И вот Слава тогда сказал, вот 10 лет меня не снимает, потому что называют меня фрачным героем. А фрачные герои уже были к тем временам. Это был потрясающий совершенно Олег Стриженов, сыгравший в «Оводе». И это место, эта ниша была занята. Тем более, что было не так много подобного рода фильмов. И все же нашелся режиссер, который увидел в Тихонове артиста, способного реализоваться в другом амплуа. Блеский друг и однокашник Тихонова Станислав Ростоцкий предложил ему главную роль в фильме «Дело было в Пенькове». Это роль Матвея, седьмая моя роль по счету, но первая по значению, до сих пор считает Вячеслав Тихонов. Фильм навсегда перевернул и саму жизнь Тихонова, и представление о нем как об актере. «От людей на деревне не спрятаться, нет секретов в деревне у нас, не сойтись, разойтись, не сосвататься, в стороне от придирчивых глаз». Светлана Дружинина познакомилась с Тихоновым на кинопробах. Правда, у Тихонова шансов было мало, потому что на роль Матвея претендовал популярнейший в то время Сергей Гурзо. К моменту знакомства с Тихоновым, в этой невинной любовной сцене со страстным поцелуем в конце, студентка Института кинематографии Дружинина снялась в пробах с одиннадцатью партнерами. Она была в отчаянии и категорично заявила Ростоцкому «Еще один партнер, еще один поцелуй, и я никогда не выйду замуж и вообще брошу все эти съемки». Мы стояли в полутемном павильоне, я даже не разглядела лица, спину друг к другу с моим очередным партнером. Пока раздраженный Ростоцкий не прошепел, «Но познакомьтесь же вы, бревна!» И тогда я, осилив себя, протянула руку, не глядя, сказала, «Светлана, дружи, и в мою руку, я бы сказала, так вошла влажная, напряженная, такая ладонь, очень нервная». И мне ответил Вячеслав Тихонов, и сердце мое растаяло. Те, кто близко знал Тихонова, говорили, что в «Матвее» он увидел себя – озорного, непоседливого, ранимого, честного и простого рабочего парня. Критики возмущались, как это? Тракторист с лицом аристократа. Мало кто знал, как в этот момент Тихонов ненавидел это свое лицо. Я ему сказала, ты знаешь, что руки твои, пожалуй, были самые жесткие и не самые расслабленные, потому что самые мягкие, жаркие руки были у Сережи Гурзонского. А, я знаю. И затем я увидела, как с какими неудовольствиями, вообще, что и ненавистью он насмотрел на свое прекрасное лицо. Бледное, роскошное, вырубленное совершенно, знаете, таким резцом. Потрясающе красоты лицо, особенно в момент его какой-то отрешенности и отчаяния. На эту роль Тихонова поначалу не утверждали. Но Ростоцкий остановил свой выбор именно на нем и был настойчив. И Тихонов уже знал, каким должен быть его Матвей Морозов. И не ошибся. Тебя не поймешь. Не помогал – не нравится. Помогать стал – опять не нравится. Когда он появился в нашем таком утепленном бараке, где была гримерной, и за маленькой перегородочкой такой вот тряпичной, ситцевой, костюмерной, он подошел к зеркалу, сказал одному из старшей, ну-ка дай твою селедочку. А селедочка, знаете, такие были шелковые шарфики, мужские такие. А селедка такая – раз, он его так загрутил вокруг шеи, так кипончик сел перед зеркалом. И на удивление всех мы ахнули. Вот бритвенный станок, и он выбрил свои прекрасные, сросшиеся соболенные брови на ширину этого станка. И затем так раз отбрил себе такие хвостики этих длинных, соболенных своих роскошных бровей. Маленькая зубная щетка, он ей в гриме так покрутил и чуть-чуть эти брови поперек так подкрасил. Вроде бы, как у тракториста, эти брови выгорели на солнце. Ну, а затем появился выгоревший клочок волос на солнце. А потом он посмотрел на себя в зеркало, и мы все ахнули, сказали, «Ой, Славочка, но ты же Ваня Курский, ты Петя Олейников из «Большой жизни».» Так спустя много лет Тихонов вспомнил кумира своей юности, Петра Олейникова, которого обожал и на которого так хотел быть похожим. И вот всю картину, я предполагаю, он продержал перед собой образ удивительного, таланьки нашего артиста, богом данного, Петра Олейникова. И он очень похож. Вот это где-то та удивительная совершенно, тот образ, причем он ему не подражал, он просто в него перевоплотился. Ростоцкий позже вспоминал, «Я знаю, что и сам Тихонов считает роль Матвея переломной в своей актерской судьбе. Не скрою, мне приятно с этим согласиться, хотя я уверен, что не в этом фильме, так в другом Тихонов неизбежно пережил бы свое второе рождение». Мы привыкли видеть деревенского парня, такой из картошка, нос, там, не знаю, рубаха парень такой, да, и вдруг здесь такое интеллигентное, аристократичное лицо, но мне кажется, вот такие, наверное, и были на Руси, в деревне, такие парни жили, как Вячеслав Тихонов, понимаете. Вот эта красота у него, и она у него все, у него и внутренняя, и внешняя. Вот все это очень гармонично в нем, вот все соединилось в нем, в славе. Ларисе Лужиной было суждено соединиться в звездном дуэте с Вячеславом Тихоновым через пять лет в фильме «На семи ветрах» по сценарию Александра Галича. Говорят, в основе сюжета история общей знакомой Галича и Ростоцкого, в которую по молодости они оба были влюблены. Кстати, Светлана Дружинина тоже играла в этом фильме. Ого! Кто это? Зубрев? Вот на «Семи ветрах», почему эту картину люблю, что она была моя, она является моей визитной карточкой. До сих пор, меня иногда узнают, прошло 45 лет, даже 47 уже скоро, а тем более, что я там снимал с таким потрясающим артистом, как Вячеслав Васильевич Тихонов, тем более, да помимо Вячеслава Васильевича, конечно, он-то уже тогда был очень популярный, а там еще снимались и Илёня Быков снимался, и Невинный, и Слава Невинный, и Виктор Павлов, ну, там просто Заманский, Ромашин Толя, то есть там была Чурсина, Лучко, там массово было, просто целый букет артистов великолепных. А ведь тогда, в 62-м году, на съемках фильма Лариса Лужина страшно обиделась на именитого уже актера Тихонова. Она помнит, как в первый раз он появился на съемочной площадке, все еще в образе надменного и гордого офицера, которого годом ранее сыграл в фильме «Две жизни». Он такой в эту картину вошел, и поэтому он ко мне как-то относился, не очень серьезно, ему как-то сказал, ну, какая-то там артистка, там, какая-то студентка вообще, что она там может. И у нас с ним были натянуты отношения, потому что он почему-то со мной почти не разговаривал, только то, что связано было со сценой, а так мы с ним не общались. И он все время что-то, что-то у нас там, не знаю, сыграем сценку, он подойдет к Саниславовичу, что-то ему там на ухо пошепчет. Я так обиделась однажды, говорю, что «Вячеслав Васильевич, ну, если вы хотите какое-то замечание мне сделать, как артист, ну, скажите это мне, что вы через Ростоцкого, через режиссера все говорите, это некрасиво». Я с ним поругалась, мы с ним поссорились. Во время съемок Лариса Лужина отмечала день рождения. В общежитии на празднике гуляла почти вся съемочная группа, кроме Тихонова. В общежитие приехал Ростоцкий, привез мне «Слава не приехал». Ну, я его, по-моему, даже не пригласила, честно говоря. Но он принес мне большую, через Ростовскую прислал огромную коробку конфет и с открыткой, что «Ларочка, Лариса, я тебя все равно очень люблю». Ну, в общем, какие-то очень хорошие слова написал. Так что я ему все простила. А тем временем съемки продолжались. По сюжету герой Тихонова, военный журналист Суздалев, влюбляется в героиню Лужиной Светлану. Он объясняется ей в любви, но Светлана на его чувства не отвечает. Я помню, как после фильма ко мне женщины подходили, влюбленные в славу. Они так на меня смотрели с отчувственными глазами и говорили, ну что же такое? Ну как же так? Вот вы снимались с таким красивым артистом и ни разу с ним даже не поцеловались. Я, знаете, я всегда говорила, да я не против была поцеловаться, но фильм-то был о другом. Спустя годы тот поцелуй все же состоялся. В кинотеатре художественной проходило чествование 40-летнего юбилея картины на семи ветрах. Славочка пришел с Ниной Меньшиковой, с Ниной Евгеньевой, женой Станислава Ростоцкого. И они вышли бы на сцену, и вот он когда поднимался, а я вела просто как раз этот вечер, я его пригласила на сцену, он вышел и говорит, Лариска, давай хоть сейчас поцелуемся тогда, чтобы все-таки это произошло, пускай на сцене через 40 лет. Вот так у нас наш поцелуй состоялся. Для фильма «На семи ветрах» Кирилл Молчанов написал этот красивый вальс, а Александр Галич – стихи. По замыслу режиссера герой Тихонова должен сидеть за роялем и петь. «Слава, ну спой! Спотела! Ну правда, капитан! Ну спойте что-нибудь хорошенькое! Спойте, Вячеслав Павлович!» На Ростоцком вот я петь не буду, потому что у меня голоса нет, у меня слуха нет. В общем, наговорил на себя, не знаю сколько всего, и, значит, и не стал петь. Говорит, у меня не получится. А там всего два куплета, Галич по этому мало написал, очень, полностью там несколько куплетов, всего два куплета. И не стал петь «Слава». И тогда Ростоцкий говорит, ну хорошо, Ростоцкий тоже хитрый. Он говорит, хорошо, ладно, не будешь петь, но я приглашу, вот Олега Ануфриева прекрасно споет. Он под тебя и под твой голос может сымитировать, твой голос будет, похоже, совершенно никто не различит, что это не ты поешь. Действительно пригласили Олега Ануфриева, и певец прекрасно исполнил этот вальс. Дубль посмотрел Тихонов, нахмурился, отозвал в сторону Ростоцкого. Я все могу. Вышел хмурый и говорит, Стас, знаешь, я сам спою, попробуй. И вот его это задело. И он действительно спел сам, и он сам поет в этой картине. И очень хорошо поет, главное. Так что, вот видите, как можно заставить актера делать то, что это ты не хочешь. Сердце молчит, Снежной дачи, Поиск опасный Уходит разведка. Но ведь в жизни солдаты мы, И уже на пределах ума Содрогаются атомы, Белым вихрем сметая дома. Как безумные мельницы Машут войны крылами вокруг. И он запел, и начал петь он все песни, которые в фильмах он напевал или пел. Значит, пел вот из... Дело было в Пенькове. Дело было в Пенькове там. Замечательная песня. И закончил вот последней песней, это «Живем до понедельника» про Иволгу. Эта песня как романс. Он его так душевно пел в фильме. И здесь без такого, знаете, напряга, естественно. Но мы, естественно, тоже подпевали, потому что мы все пивуны, нам очень нравилось подпевать. Анечка очень хорошо пела. Семьи Тихоновых, Борсковых и Соловьевых познакомились в доме отдыха на Валдае 30 лет назад. Это самые верные и самые давние друзья Вячеслава Васильевича. С мужьями Татьяной Александровной и Людмилой Александровной Тихонова связывала не только преданная дружба, но и общая страсть к рыбалке. «Он настолько скромный человек, вот если его не знать, не знать как великого артиста, я считаю, что он великий все-таки актер. Конечно. Он обычный, простой человек, незаносчивый. Вот за что мы его с супругом уважали, за то, что никогда не скажешь, что он вот такой, награду такую получил свою работу. И он такой. В быту он совершенно простой. И я, когда вот нас судьба, опять же, через вот этот символ рыбалки все это познакомились, наши мужья, а потом уже мы стали хорошими друзьями. Сколько незабываемых мгновений связано с рыбалкой. Сколько сюрпризов и испытаний. Вячеслав Васильевич, один или с друзьями, не раз попадал в такие переделки, которые оказывались невероятнее и драматичнее иных кинематографических страстей. У моего мужа не было ноги. И у него сломался протез. И уже все ушли, у него случалось это несчастье. И он, конечно, идти не может, хоть ползком. А Слава тоже припозднился. И когда он подошел, говорит, ну, Игорь Михайлович, тебе тут, наверное, рыбы заклевали. Он говорит, Славочка, какие рыбы заклевали? Ты видишь, у меня протез сломался. Что же нам с тобой делать? Ну, давай, цепляйся. Вот так приподнял его. Цепляй меня за шею руками. А я за одну руку буду, значит, поддерживать, а другой потащу в два ящика. И вот Люда знает, это довольно далеко. И он чуть ли не через половину озера, где они сидели, тащил его на себе в дом отдыха. Говорят, когда Тихонов в очередной раз задумался оставаться ему в кино или уйти в театр, он отправился к Борсковым. И то ли в шутку, то ли всерьез разговаривался со своим близким другом. И говорит, Игорь Михайлович, вот мне предлагают малый театр. А Игорь Михайлович говорит, ну и что ты решил? Вы знаете, Игорь Михайлович, с одной стороны, конечно, может быть, и надо было уйти в театр, а с другой стороны, а как же рыбалка? Я же даже на рыбалку не смогу ходить. Я же все время буду занят, я обязательно буду там появляться, и все. А у меня в этот день вдруг рыбалка будет. Нет, наверное, не пойду. Но так как мой муж рыбак, заядлый, он ему сказал, Слава, по-моему, ты прав. Идут съемки. В перерыве Тихонов дает интервью. Эти его слова о друзьях. Казалось бы, обычные люди. Очень умные, эрудированные. Но от встречи, от общения с этими людьми ты чувствуешь, как ты становишься богаче, как ты становишься талантливее. Это очень важно. 1962 год. 150-летний юбилей Отечественной войны 1812 года. Сергей Бондарчук приступил к экранизации романа Толстого «Война и мир». Этим романом Вячеслав Тихонов зачитывался самозабвенно, а Болконский был одним из его любимых героев. Конечно же, втайне от других Тихонов страстно мечтал об этой роли. Говорят, когда кинопробы уже шли полным ходом, он встретил Бондарчука на Мосфильме. И как бы между делом деликатно спросил. Сергей, «А каким ты видишь Андрея Болконского?» Бондарчук взглянул на Тихонова и мягко ответил. «Ну что ты, Андрей Болконский совсем другой». Он хороший артист, он может все играть, он может и комедии играть, может и трагедию, может и лирику, и любовь, все, все может. Просто я, не знаю, Болконского там ругали, казалось бы, мне кажется, после картины, ну все ругали картину, там у нас всегда найдется, что поругать можно. Но ведь я считаю, что лучшего Болконского я не видела. То, что все показали сейчас американский фильм, какой там Болконский вообще, рядом со Славой, разве это можно их сопоставить? Да нет. Работа над фильмом уже началась, а режиссер все еще искал актера на роль Болконского. «Я пробовал и старшего Соломина и Эдуарда Марцевича», вспоминал Бондарчук. Хотел утвердить на эту роль Олега Стриженова, но он по причинам чисто личного характера отказался. Тогда я остановил свой выбор на Иннокентии с Мактуновском, но одновременно его позвали на роль Гамлета, и он уехал в Ленинград. И это поэтому был приглашен Вячеслав Тихонов. Я не могу сказать, что он был любимым артистом в этом актерском ансамбле, но я хочу сказать в честь и заслугу именно Тихонова, потому что это одна из труднейших позиций, когда вы не очень любимый режиссер. Работать в этой позиции очень трудно, и нужно убедить и доказать режиссеру, что вы единственный и необходимый здесь артист. Ну что ж, ты решился наконец на что-нибудь? Кавалергард ты будешь или дипломат? Можешь себе представить? Я все еще не знаю. Ни то, ни другое мне не нравится. В 1966 году после выхода фильма в прокат по просам журнала «Советский экран» Вячеслав Тихонов и Людмила Савельева, сыгравшие Наташу Ростову, были признаны лучшими актерами года. Я не знаю лучшего Андрея Балконского. Не знаю. Понимаете, вот он сошелся с моим восприятием, как я, когда читаешь книгу, ты представляешь себе героя. Абсолютно. И удивляет то, что как бы все возможно, ведь он из простой семьи, да, а такая выправка, такая сдержанность, такая интеллигентность, как будто он действительно из какой-то аристократии русской, понимаете. Вот это еще раз как бы подтверждает, что все в самом человеке. В 1968 году фильм Сергея Бондарчука «Война и мир» получил премию Американской киноакадемии «Оскар». Бондарчук остался недоволен Балконским. Тихонов знал это. Но и сам артист мучился сомнениями, точно ли он сыграл роль молодого князя. Роли этой было отдано четыре года жизни, вспоминал позже Тихонов. Потребовался без всякого преувеличения колоссальный труд. Казалось бы, успех, победа. Но Тихонов чувствует такую физическую и эмоциональную усталость, что решает даже совсем порвать с кинематографом. И тут опять Ростоцкий. Нужно отдать должное Станиславу Ростоцкому. И он был как талисман Вячеслав Тихонов и Ростоцкий. Вот этот дуэт потрясающе творческий продолжался очень долго. И вы смотрите, как они уникально понимали друг друга и уникально дополняли все замыслы. Ростоцкий знал о переживаниях Тихонова и почти силой заставил его взяться за роль Мельникова в фильме «Доживем до понедельника». «Я дважды отказывался», вспоминал в одном из своих интервью Тихонов, потому что после четырех лет, проведенных в мире Льва Толстого, не хотел играть роль учителя. Но Станислав поставил жесткое условие. «Если ты мне друг, будешь играть». Фильм имел большой успех, а мне он помог снова поверить в себя. Ростоцкий, как никто другой, знал Тихонова и понимал, почему именно он должен сыграть главную роль. «Тихонов все берет огромным трудом», говорил Ростоцкий, «и потом, после очередной роли, из него трудно вышибать какие-то наработки. Во время съемок «Доживем до понедельника» я его пытался освободить от груза офицеров, которых он достаточно переиграл, да и от князя Балконского. Хотя князь мне как раз понадобился в картине «Доживем до понедельника». Простой школьный учитель и вдруг князь в 68-м году, когда учителя слыли консерваторами, а преподаватель истории уж точно должен был носить в кармане билет члена КПСС. Тихонову предстояло создать такой образ, который делил бы поколение учителей на тех, кто формировался в сталинскую эпоху и тех, кто представлял подвижников шестидесятников. Он вошел в класс, по-моему, где мы сидели. И мы так его и воспринимали. Ну, все были, мы-то в классе были все вообще молодые. Пожалуй, только я и Старыгин, Игорь, учились в институте, а остальные были школьники. И мы так и воспринимали его, как учителя и как... Но учителя, знаете, в каком, в высоком смысле слова. «Доживем до понедельника» фильм непростой, умный, лиричный и по тем временам абсолютно не идеологизированный. Видимо, поэтому киноначальство встретило его в штыки, посчитав неким вызовом существующей системе. Но фильм по случайности не запретили, просто не успели, ведь съемки прошли на одном дыхании в рекордно короткие сроки. 40 лет кинокартине, но она актуальна и сегодня. В ней не по-детски мыслят школьники, а мимо взрослых в суете и заботах проходит жизнь. Какой он мудрый, он какое-то спасение. Вот когда человеку плохо и смотришь на хотел сказать Балконского, на Вячеслава Васильевича Тихонова на экране, он вселяет в тебя какую-то уверенность, надежность, вот вроде бы далеко и вроде бы целулоит экран, а он своим каким-то расстоянием в жизни одухотворяет ее. Тихонов не сыграл роль, а прожил часть своей жизни вместе с героем. Этот интеллигентный и принципиальный человек заговорил в Тихонове годы спустя, когда Вячеслава Васильевича позвали преподавать, а он отказался. Что касается преподавания, тут я могу сказать, потому что, ну, опять же, в нем есть некий максимализм, чересчур такой вот серьезный какой-то подход ко всему, что, может быть, не нужно, так даже иногда серьезно, но студентов обучать, он считал, что потом нужно быть все время за них в ответственности, за этих ребят. Особенно тогда, когда училась я, и в это же время ему тоже предлагали, кино было в жутком состоянии, в жутком спаде, и, ну, он считал, что это просто людей, как бы давать им надежду, воспитывать их, а потом выпустить никуда, ну, он не хотел брать на себя такую ответственность. В 69-м году фильм получил гран-при международного кинофестиваля в Москве, а Тихонов вместе с Ростоцким год спустя стали лауреатами государственной премии. Это лучший фильм о школе в отечественном кинематографе, по крайней мере, так заявляли и заявляют учителя. На съезде учителей Тихонов впервые на публике объявил о том, что работает над новой ролью. Я приступил к новой работе. Знаю, что многих интересует, над чем работает актер. Мы экранизируем роман Юлиана Семенова «Семнадцать мгновений весны». Я играю нашего главного разведчика Штирлица. В этот момент Тихонов не мог и предположить, какой невероятный успех принесет ему фильм режиссера Татьяны Лиозновой по сценарию Юлиана Семенова. Двенадцать черно-белых серий по 70 минут каждая. Этот большой по тем временам сериал вышел на телеэкраны в 1973 году. Вот «Семнадцать мгновений весны», да? Там все замечательно играют. На самом деле все, ну, так сказать, все хорошо играют. Вы не не ткнете ни в одного актера и скажете, вот эта роль была сыграна, не важно, да? Но вот у каждого из нас было чем прикрыться, ну, так характерностью, да? У меня там я жрал не останавливаясь, пил не останавливаясь и был агрессивен своей, так сказать, фальшивой энергией. У Тихонов не было ничего, кроме раздумий и споставлений, а от него глаз не оторвать. Вот он играет там лучше всех. Тихонов в одном из своих интервью сказал примерно следующее. Когда я говорю с человеком, мне интереснее не то, что он сказал, а то, о чем он промолчал. Тихонов в 17 мгновениях удивительным образом использовал этот свой дар. Через молчание сказать о многом, при этом выразив бурю чувств. Перед нами рабочий момент съемок. Творческая группа, режиссер Лиозного, обычная суета, свет, декорации, грим. Все ждут команды мотор. И только Тихонов невозмутим. Всегда во время съемки малейшей паузы начинаем трепаться, шутить. Он себе никогда этого не позволял. Вот это редкое качество на самом деле. Потому что мы на самом деле все трепачи, болтуны, а он никогда. Потому что он понимал, что вот это вот выбит его из роли, выбит его из этой сцены. Никогда себе ничего не позволял. Вот очень был строк. И Лиозного понимал, с кем имеет дело. И у него были очень-очень такие к нему нежные, осторожные отношения. Всю свою актерскую жизнь Тихонов боялся плакатности. Вот и его Штирлиц не должен был стать просто ходячим манекеном в ладно скроенном черном мундире. Когда я считал сценарий, вспоминал Тихонов, мне не хватало человеческого в Штирлице. Много профессионального, много психологического, много чисто разведческого. А вот такого, теплого что ли, и при этом обязательно без всяких сантиментов мало. В оригинале сценария не было сцены встречи с женой. Такая история в действительности приключилась с одним из советских разведчиков, о чем Тихонову рассказал кто-то из чекистов. Этот эпизод Лезновый предложил сам Тихонов. Вячеслав Тихонов актер думающий, интеллектуальный. Ему обязательно необходимо время для того, чтобы обжить сценарий, внести в него свои коррективы и убедить любого режиссера, который его пригласил к себе на работу, что если он хочет достичь определенного результата, выбирая на эту роль актера Тихонова, то он должен прислушаться к его предложениям. И в этом плане он был очень убедителем всегда. И если этой ситуации не происходило, то он очень ранимый актер. Это кажется, он такой, понимаете, самодостаточный красавец. Это человек без кожи. Он невероятно ранимый и требовательный к себе и человек, и артист. Штирлицам заслушивались и засматривались поколения зрителей. Говорят, Леонид Ильич Брежнев так проникся ко мгновениям, что отдал приказ соответствующим службам найти разведчика Штирлица и представить его к высокой государственной награде. Так это или нет, утверждать не будем. Но звезда героя все же нашла Вячеслава Тихонова. И разговор с генеральным секретарем ЦК КПСС на самом деле состоялся. Сидим за столом Слава вынимает свою звездочку кладет ее в бокал и говорит наливайте все не помню шампанское по-моему наливали сейчас будем обмывать звездочку только он поднял бокал это время звонок по телефону Вячеслав Васильевич с вами сейчас будет говорить Леонид Ильич ну Брежнев ему говорит Вячеслав Васильевич мне очень жаль что я не мог лично вручить вам но бывают всякие обстоятельства но я вас подставляю от всего сердца и желаю вам всего самого доброго А Слава говорит спасибо спасибо большое Леонид Ильич я знаю что вы завидовали ездите на рыбалку я тоже иногда там бываю ну может быть мы там и увидимся Брежнев говорит все возможно и положил трубку там где мы должны были с вами увидеться вас будут ждать во время указанное вами завтра сегодня от того времени отнимите два с половиной часа и переложите на настоящий момент хорошо любовь зрителей да вот однажды Леонов пожаловался вот как меня любят зрители подходит ко мне и говорит ну Леонов ну можно ой как я тебя люблю или ко мне подходит ну Дуров постарел и так по плечу думаешь что же такое никто так никогда не подойдет нельзя подойти у него аура другая как тебе говорят это особь другая и пофамильярничаешь в 1974 году 30-летию победы Сергей Бондарчук приступил к съемкам фильма «Они сражались за родину» по одноименному роману Михаила Шолохова в котором снялись блестящие актеры Шукшин Лапиков Тихонов Бурков Никулин Тихонов Ивана Ивановичи Кадры хроники Воронеж премьерный показ отсюда пошел огромный успех кинокартины за которую в 1980 году Станислав Ростоцкий и Вячеслав Тихонов были удостоены Ленинской премии Большие и малые роли Вячеслава Тихонова Сколько жизней вместе со своими героями он успел прожить Сколько раз он побеждал зло Оказывался сильнее и справедливее других И вместе с нами ждал чудо Субтитры создавал DimaTorzok